курсе вот мы его перенесли два часа его не я знаю еще мыть надо и там ты шо конечно же ну я бы это делаете что вы так сразу степа закрыла в этом вольере закрыла вольере без мужской силы никуда это все равно вот 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 это я хотела не, 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 еще надо не, 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 не поломал Все нормально. Женщик, вот это вот уже скунь туда сразу, чтобы я потом не двигала сама. Итак, его установи. Он не рабочий, но я мастера буду вызывать. Ты понял? Ты понял, чтобы не потерялся. Да, чтобы он все стоял, а все, как положено. Спасибо. Спасибо мупцам. Как раз шла с магазина, встретила Женю. Женя, пожалуйста, потому что надо уже в зиму готовиться. Тот холодильник, и тот рабочий, и тот рабочий, но тот, который мы вынесли, его надо ремонтировать. А этот с фреоном, он хороший на зиму. Надо сейчас вымыть, чтобы было все там нормально. Так у меня операция огурцы. Надеюсь, это я буду делать под капроновой крышки соленые, как бочковые буду делать. На рассолнике. Да, на рассолнике и так, и ты так любишь, да. Так же мне надо навести порядок. Ну, в принципе, это, в принципе, это порядок. В принципе, просто в сарае вот. Вот мы его. Блин, ну что, не могли установить на него уже. Ну, что за люди. Блядь, сама даже теперь я это самая. Ой, ладно, мне не привыкать. Фу, аж голова начинает болеть. Сейчас повыкидываю. Сначала огурцы. Сначала огурцы, а потом все остальное. Я, конечно, их не очень умею делать, но я помню, как делала моя тетя Катя с бабушкой. Они прекрасно под капроновой крышки стоят. Сейчас, если что, в ютубе посмотрю. Ну, кстати, девочки, никто из вас не написал мне по поводу тушенки. Там одна женщина написала, но я там ничего не поняла. Тушенка требует пресса. Какого пресса, я так честно ничего не поняла. Еще раз просьба. Я хочу делать тушенку на зиму из курей, из домашних. Кто будет смотреть, девочки, если кто знает легкий рецепт, пожалуйста, напишите мне рецепт тушенки. Пожалуйста. Так. В общем, к чему я это все показываю? Да, там девочки вчера написали, что у мамы врыжа. И это самое... Врыжа у нее трогать нельзя. Я уже все раз рассказывала на канале. Но я понимаю, что вы не можете все ролики мои смотреть. Она вам не надо. Вы заходите постольку, поскольку. Потому что у меня неинтересованный канал. Трогать сказали нельзя. Моя мама здоровая, хорошая женщина. В общем, смотрите, что эта хорошая, здоровая женщина делает. Ну, потому что каждый занимается своими делами. Девочки уже все раз говорилось. Вот мне сейчас надо будет, сегодня тоже. Но сегодня я уже не осилю убирать бассейн. Мама воду вытянула сама. Она мне сказала не выливать марну. Она поливала помидоры, огурцы. Вот неделя стоит, как вода позеленела. Это надо все вымыть и выкачать. Смотрите, какая у меня красивая петрушка. Смотрите, какая красивая петрушка. Консервирую не хочу, девчата. Лучок какой у меня зеленый. Ну, ладно, у нас. Так, я купила леску. Здесь я буду косить. Ну, я косить буду завтра. Чем занимается моя мама? Смотрите, видите, клубника. Мы ее будем рассаживать. Мама убирает. Уже нас стоит. Да, мама? Нас стоит. Эти кабачата. Они уже никому нет. Еще там поле. Ну, и там поле, да. И это по клубнику. Да, мама очищает эту территорию. Вот. Тут я еще буду косить. Рассадить клубнику, девочки. Самое время уже. Потом надо убирать кукурузу сухостой. Работы не могу. Кто это будет? Кукурузу нужно в последнюю. Да, кто это будет делать? Ну, кто, как не моя мама? Конечно же, мама. Кто не будет делать вот этот вот весь гармидр и все? Как Нинателла собственная персона. Холодильники переставили. Теперь надо все довести до ума. Все собрать, все повыкидывать. Обувь. Все, я уже не буду никому ничего раздавать, потому что мне накладно ездить. Я сейчас без машины ехать, посылки посылать. У меня здесь новой почты нет. Вот. Хотя там есть, можно что, много что отдать людям. Но у меня нет возможности. Я, по-моему, тебя попросила, Костя, слезть со стола. Я просила. У меня сладенький. Самый спокойный котик на планете. Так. Я сейчас их холодно, на бутылек, наверное, три ложки соли положу. Это будет без сахара, просто с солью, без уксуса, с укропом, с хреном, с хреном. Господи, бабушка. Научила ты мне этот хрен-хрен. Оказывается, хрен всю жизнь был. С хреном, с чесноком, с горьким перцем, соль, соль и вода. Поставлю и потом опущу в погреб. И еще у меня большая неприятность. У меня две банки взорвало опять. Я только что зашла в погреб. У нас погреб открыт постоянно. Я уже не знаю. А, вентиляцию надо открыть еще. Видно, дождь собирался. Мама закрыла. Вентиляция должна быть открыта. Ребята, в погребе жарище. Просто духота. Да? Лезай. Так. Так. Залила холодной водой. В каждой банке три ложки соли. Столовая. Больше ничего нет. Специи. Горький перец. Чеснок. Укроп. Хрен. Сейчас опущу в погреб. Одну баночку оставлю, чтобы мы сейчас кушали. Все остальное опущу в погреб. Я так очень редко практикую. Но мамын заказ я выполнила. Ну, вы, девочки, смотрите. У нас три женщины. Вот. Мама заказала. Людочка сейчас идет на работу. Мама заказала. Я хочу большой. Большой тазик салата. Вот я сделала. Яблоко, помидоры, огурцы. Кстати, я тоже с большим удовольствием буду есть. И сегодня вот такой будет не то, что разрусочный день. А вот такая еда. Я очень люблю такой салат есть с черным хлебом. Мелко нарезала. Мы любим, чтобы помидоры были крупно нарезаны. А огурчики, чтобы были мелко нарезаны. До завтрашнего дня. Его не будет. Так, помните, я вам показывала угорь? В общем, здесь много очень жира. Она уже типично обработана. Я сейчас миленько порежу. И сварю своим котам кукурузную кашу. Вот на этом угре. Кстати, я кусочек попробовала. Это так вкусно. Правда. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, ребята. Я не знаю, что такое угорь. Я никогда его не ела. Правда. Не знаю, что это такое. Очень сладкое. Жирнючее. Мне жалко. Ох, вот это да. Только очень долго жуется. Ну, вкус просто потрясающий. Класс. Люда права. К спагетти будет просто офигенно. Просто. Я, наверное, сейчас нам приготовлю. Потом пойду куплю костей своим котам. На, приготовлю. А котам сварю с костей. Вот, все. Не-не, я себе оставляю. Это очень вкусно, девочки. Это очень вкусно. Просто чуть-чуть поджарю с луком. Так, девчата, дивиться. Вот угорь. Угорь, лук, помидор и перец. Как же это вкусно. Я вам скажу честно. Я никогда не ела. Вот, смотрите. Ой. Извините, извините. Я никогда не ела угорь. Все. Немножко. Извините, пожалуйста, что, может, поплохо видно. Надеюсь, красивенько. Все. Чуть-чуть протушила. Заключаю под крышкой. Потом сварю спагетти. И со спагетти буду просто вкуснятина. Вкуснятина. Это было любимое платье. Ой, ну и сережки такие мне очень нравятся. Сколько уже им лет, да, тутра? Ты была еще в капоне их, да, носила? Да. Нет? Это здоровье, ну, помимо. А, на подобие даже были красивые. Должна платье стирать не надо? Слышишь? А что ты саму столько опять? Всегда заметала. Откуда ты только одну открываешь, а она снова взлетала? А, я думаю, вчера только-только поубирала. Глянь, сколько их. Они сейчас такие злые. Ты замерзла ночью или нормально? Нет. Ну, одеяло нет. И уже стирается, дочечка. Все, давай, она же на струску и соберет. Ага, заберу, постирай. Очень красивое платье. У тебя сегодня работа или какая-то еще встреча? Нет, только работа. Только работа. Ну, ты, конечно, будешь вообще в этом платье взлетать. Я так удивилась, что ты вчера была рано дома. Либо кайф. Вообще. Я арбузик ела в полвосьмого. Вот, дай ты приехала. Заходит фонариком на меня, светит. Какая красивая. Это гортензия называется? Да, так что ты ее оставила в коридоре, и что она взлетала. Она не любит солнце, да? Нет, я не знаю. А я же не знала этого. Она была засохнут. Ну, какая красивая. Она как же она пахнет. Она красивая. Ну, была красивая и пахла. Ну, пускай. Можно я к себе ее заберу? Ну, все. Я все сделаю, Людочка. Ты можешь идти на работу, и мама все сделает. Я сейчас в сарае наведу порядок. Я там кое-что можно повыкидываю? Все, хорошо. Буду выкидывать. Люди подберут. Буду прям мешками носить. Правильно? Все, что нам с тобой не надо. Ой, это крабы. Я за Женей бегала уже месяц просила. Только что поймала его. С тачкой шел. В виде соседей. Не хотела она такое-то платье носить. Коротенькое. Самый класс. За тобой кто-то приедет? Да, я не стал. Он в фоне поехал за конфетами. Я говорю, как до меня доедешь? Одет ее. Да, я тут. Ну, сейчас следу. Отлично. Отлично. Видите, получилось у меня. А я это самое хотела что-то снять. Я вот здесь поставила. И видите, она оказывается света боится. А я же этого не знала. Ну, очень красивая, правда? Шикмадера Шинтеклера. Моя другая. Вот это вот с холодильника вытаскивала. Мама кульки собирает, бумажки. Ну, мама есть мама, девочки. Сюда поставлю в тенечек. Она здесь тенечек. Буду любоваться. Вот мои слоновые батареи. Все, слава богу. Слава богу, высохла. Хорошо. Так, сейчас в погреб опускаю я эти самые огурцы. Нашла кеды в сарае свои. Надо их постирать. Я еще могу их носить. Смотрите, какие хорошие кеды. Макасы мои, кеды. Тоже в секонд-хенде покупала много лет назад. Много-много лет назад. Да, я еще пару раз надену. Вот, смотрите. Я хотела выкинуть. Девочки, хотела Микки Маус. Вон, Дисней. Босоножечки. Буду отказалась носить. Пускай. Может, кому-то потом презентую из подписчиков. Это самое. Кстати, Валентина, я еще не послала. Смотрите. Все, все сложено. Как только я буду на транспорте, я обязательно вышлю. Все приготовлено вам. Вот, пойду вам. Вот целый мешок вещей. Валечка, Валюша, дорогая. Жизнь длинная. Дойдет. Я руками, ну, представьте, руками такую целую махину. Знаете, целую махину. Ну, куда? Я надеюсь, в понедельник машина будет готова. И я быстренько, в первую же очередь, Валюшечка, я вам это все вышлю. Нателочка ничего не забыла. Поверьте мне. И пиджачок. Ой, боже мой, господи. И пиджачок тоже ждет девочка там одна. Девочки, убрала звук, музыка. Ютуб не пропускает. Провожаю Людмилу. Она сегодня едет на 2 часа. Ну, сейчас начало третьего. С бабушкой провожаем. Конечно, стоит такая, ну, спека просто неможливая. Я сейчас к маме говорю. Мама, не могу ее дозваться. Говорю, давай танцуй. Давай танцуй, будем танцевать. Смотрите, какая она на меня смотрит. Сейчас пойдет в пляс. Моя девочка. Молодец. Находит себе работу. Постоянно в движениях. Я сегодня ей покрасила брови. А, ой, собачьи-то. Видите, покрасила волосы. Она просто так на огороде в таком виде ходит. А так она, так она молодец. А, музыка такая играет просто. Я тоже танцую с ней. Она заводная. Она любит это. 14 октября, день рождения. Тоже накроем стол. По 100 грамм с мамой потанцуем. Надеюсь, будет все хорошо. А это Люда мне показывает, как они там гуляли. Хлопцев провожали. Последние денёчки так всех показывает, что пацаны уже там. Провожала она их. Молодые хлопцы на память. Ну, это Никита, он режиссёр. Короче, все хлопцы там Люда показывает мне. Стёпа, ну нельзя танцевать. Маму царапну. Ну, нельзя. Мама сейчас будет. Не дай бог какая-то царапинка. Она очень боится боли. Восприимчивая. Кошмар. Уже вечер. И начинается уже холодно. Всё сделала. Вымыла все холодильники. Теперь осталось дойти до сарая. Навести всё в порядок. Там да в кульках столько одежды не нужно. Мне там Марго писала, чтобы я в церковь отдала. У меня здесь нету церкви, надо везти только. Это во-первых. Во-вторых, туда уже столько было всего отдано. Ну, есть такие у меня сведения, куда это всё девается. В общем, я разберусь сама. Так, я девочкам сказала, да, что... Боже мой, все коты здесь, мамуля. Степуля, мама. А сколько время ты смотрела? Ага, это было два часа назад. Так. Разводняется трошки, да, мам? Вон полы врыва завалила. Ты заморилась, наверное. Ну, это кашель. Марин ваку обрезала, пока вот тут гатушник. Это еле сапаром вырубала. Вот это с колючками. Угу. Я тоже у Людочки поубирала. Да, я вижу. Постирала. Сейчас это... Сейчас иду в сарай. У тебя полы помыло, везде полы помыло. Сейчас это самое. Видно, Степаша, она покрывала её, Лёха. Она говорит, мама, немедленно постирай, потому что, говорит, кошмар. Да. Вонищет. Так я только стирала. Ну, видно, Лёх я не заметила. Он же всю ночь сторожит меня. Всю ночь возле кровати на полу лежит. Ой, я не могу на город выходить. Ой, не могу. Глаза застилает. За цепи. А. Жёлтое ведро с кабачатами. Ага. Господи. За цепи, жёлтое ведро с кабачатами. Ой. Так, девчата, кому треба? Немедленно. С кикельцев же можно собирать. Ну, с кикель. С кикельцев же можно вот это вот уже носить. А урожай Чёрной речки будет. Та! Ой, боже мой, боже мой. Ой. Ой. Да, капли, конечно. Я тогда с каплями очень хорошие. Глаза открылись. Помогают. Кто мог подумать, что это такой дефицит. Света Абрамова заказала. 8 евро стоит. Пересылка, говорит, дороже сама, чем капли. Представляете? Людочка там ещё на полу у меня помыты. Я в следующий раз покажу, там девочки спрашивали, я покажу. Ой, сейчас, может быть, напишу название капель. Тут напишу название капель, чтобы было понятно. Все девочки спрашивают. Ну, от Нателла пропустили видео, напиши, пожалуйста, ещё раз название капель. Пошла купила кости ребрышки. Пошла купила кости ребрышки. Варю своим котяткам. Снимала ребро. Ну, не ребро, а кости. Потому что это будет уже жирно ребра им покупать. Заморилась. Заморилась. Почитала ваши комментарии под утренним видео. Что я хочу сказать? Кстати, по поводу бабушек. Никто никаких бабушек не обижал. Ну, вы о чём? Я имела в виду... Ладно, то, что я имела, я уже сказала. Верочка, ты у меня самая красивая бабушка. Боже мой, я тоже хочу так внучку. Я тебя поздравляю ещё раз. Вы там мне пишите и пишите свою фэ. Вы пишите, вы пишите. Понимаете, я хамить на своём канале, какая бы там высокомерная я ни была, самолюбованием занималась, не занималась я. Вот. Я не дам в обиду ни себя, ни свою семью, тем более свою дочь. Не дам. Никто не имеет права. Я... Закупальник я проглотила, что вы писали. Сколько комментариев было о закупальник. Собирательный образ. Собирательный образ. Я высказала своё мнение в том плане, что хамить не надо. Не надо. И да, Марина, совладелица. Совладелица. Тут только на таких условиях. Ещё раз. Я потом буду... Я сказала, что я всё не рассказала. Я всё потом буду рассказывать. Всё потом буду рассказывать. Там очень длинная история и очень серьёзное дело. И я бы так просто... Так бы просто языком не ляпала. Хотя для вас шо ляпай, шо не ляпай. Всё равно перекрутите. Маринка, я расскажу. Марина, ты моя любовь. Фух. Очень себя плохо чувствую. Усталость у меня. Усталость. Усталость, переживания. Ну, это всё со мной. Всё. Всем мира, всем добра, мои хорошие. Спасибо всем огромное. Нас 16 тысяч. Аж 105 человек. Так что спасибо огромное. 16 тысяч, 105 человек. 16 тысяч, 105 человек. 16 тысяч, 105 человек. Ну, а кто ушёл, всего доброго. С миром. Только с миром. Желаю мира, добра, любви, красоты. Всё. Удачи. Надеюсь, больше не увидимся. Всем, кто ушёл. А, Лулу. Хочу передать привет. Лулу, наконец-то ты появилась. Ты где пропадала? Пиши комменты. Пиши. И вообще, девочки. Там кто-то мне такие добрые слова хорошие писал. И пропали. Олечка, Наташенька, привет. Маринка, привет. Светочки. Все мои Светочки. Всем вам привет. Все мои Людочки, Аленки, Иночки. А Верочек сколько у меня. Светочки. Слышите? А Верочки скоро вас перегонят. У меня Надюши, Настюши. Да-да, Анюты. Да-да. Скоро Светочек перееет. Сегодня созвонилась со своей двоюродной сестрой, наконец-то. Все у него хорошо. Все нормально. Ладно. Ладно. Просто. Международная сестра Света. Все. Всем пока. Международная сестра Света.